ребята всем привет с вами даша и сейчас будет видео посвящено сборке окраски вот этого необычного тайфуна в прокачке от я моделистом поехали а в я моделист очередной предзаказ брдм 2 звезды в 35 масштабе это уже третий действующий на данный момент предзаказ я моделист естественно тем кто оформит предзаказ гарантированы подарки а именно смоляные колеса от мини-арма и купон на скидку 20 процентов также ребята из я моделист дают скидку в 30 процентов на интересные дополнения а именно эксклюзивный набор фототравления набор стволов уникальную смоленую подставку на тему афганистана и звуковещательную станцию ожидаемая цена модели будет 1450 рублей ссылочки на предзаказ будут в описании и так давайте откроем коробку от звезды так ну и тут первым делом нас встречает собственно схема окраски и звезда предлагает несколько вариантов окраски вот например как мне кажется самый удачный это парадный вариант также можно сделать военную полицию и также военную полицию но уже с арабскими надписями дальше дальше идет инструкция инструкция на мне кажется довольно таки сложный видите есть штампик упаковщика номер 11 значит если что можно подать претензии именно этому упаковщику вот давайте посмотрим странички но тут как всегда схема расположения летничков детали на литниках мы дальше схема сборки видите тут очень много сидений и вообще звезды конечно в этот раз получилось довольно таки сумбурная схема вроде как все легко и понятно но есть очень много под шагов сноса чек штаны не знаю не всегда удобней вот довольно все детализировано сложно нет начинается рама кстати очень сложно сложная система от подвески видит насколько это все проработано детально и сложно так что это такая кропотливая сборка предстоит данного автомобиля дальше собственные детальки в ответе литничок с прозрачными деталями и также сейчас открою декали хотя заметьте звезда стала также класть наклеечки с для зеркал такие как у apd вот значит здесь такая яркая красочная деколь довольно таки неплохого качество с номерами одну и полосками соответствующим также есть вот такая сеточка чтобы вырезать из вот этой сеточки вот по шаблону такие решетки защиты двигателя насколько я понимаю мы прозрачные детали ведь хоть это и бронеавтомобильную здесь очень много остекления как ни странно дальше колеса резиновые вот вот еще одно из них так не знаю видно тут что-то или нет на камеру но michelin надпись я как минимум могу понять и так они в принципе неплохие протектор хотя наверное можно было сделать его и поглубже мне кажется вот соответственно 6 колес и детальки если вот очень много летников потому что модель довольно-таки сложная деталь днище кстати видите тут двигатель прямо вылет то есть его собирать не надо нам немножко упростили жизнь звездовцы но зато сделали очень качественную проработанную подвеску не знаю мне кажется сейчас у звезды очень хорошее качество и все супер просто это очень сложно судить по ледникам качестве сборки но детали видите очень хорошо проработаны решеточки вот эти вот заклепочки никаких нету оплоев деталях второй пакет вот он скрыт это тоже кстати тех же самые сиденья с которых и начинается сборка автомобиля по схеме что тоже довольно таки странно я бы начинала с рамы на нее постепенно навешивала все остальные детали вот очень много детали подвески но не однотипные то есть сколько их 6 колес и очень много деталек для них такая однообразная работа и я думаю займет не один вечер сборки а теперь давайте посмотрим в чем же заключается именно прокачка от магазина я моделист то есть это вот такая коробочка и листик с тонировочной пленкой давайте начнем с нее это специальная пленка для того чтобы сделать остекление бронированных стекол соответствующего цвета то есть никакой зеленоватого цвета стирку но эта пленка на наверное чем-то похоже на пленку как тонирует стекла обыкновенных автомобилей обычно это делают такой черно-серый цвет но здесь видите это такая зелененькая пленочка наклеиваешь на остекление просто вырезаешь квадрат нужный размер вот тут два листа так что вам хватит не только на этот камаз но и на несколько автомобилей уж точно вот очень кстати интересное дополнение поможет вам просто оживить модели сделать ее намного реалистичнее чем предлагает звезда вот и самое интересное наверное находится именно в этой коробочке дополнение так и первое это конечно же смолиные колеса от фирмы mini arm вот сейчас открою вот если сборные видите тут правильно диски из двух деталей то есть раз два три четыре пять шесть я просто открывала одну могу показать поближе вот так это выглядит обидно вот и сами покрышки то есть их тоже шесть штук вот у меня под рукой находится звездовские то есть вот можно сравнить посмотреть ведь они здесь сделаны как будто машина под нагрузкой немножко немножко деформированная такое покрышка от нагрузки собственно вот так она выглядит и вот для сравнения все отсвечивает блестит на камеру плохо видно но основное отличие что я могу вам сказать сразу то что тут надпись michelin она сделана выпуклой видно а здесь сделаны только выпуклыми очертания букв надписи michelin также тут разные технические надписи то есть если у звезды здесь только размер и размер собственно указан то помимо этого тут мини аром сделала другие разные штампы даже можно букв какие-то прочитать и если это выделить специально при окраске то я буду думаю будет смотреться намного эффектнее и интересней вот что из сайте протектор заметьте он здесь глубже и как-то естественно смотрится нежели из коробочный вариант вот давайте посмотрим дальше что же дополнение также вот такой вот наборчик для постройки такой специальной системы джаммер такой радио глушитель вот тоже от фирмы мини аром давайте откроем детали тоже из смолы так ну вот пакетик с детальками тоже все вроде прилично выглядит свете даже какие-то маленькие решеточки практически без оплоев и очень аккуратно дакать наверное инструкция по сборке сейчас посмотрю да такой маленький листочка тут еще смотрите постучу фото отравленные детали даже я не знал тоже очень интересное дополнение теперь это ремешочки вот да и действительно схема сборки вот тоже вроде понятное сделает вашу боевую машину более боевой также следующее дополнение это вот тоже смоленые детали это такой боевой модуль на тут все гораздо проще можно просто снять картонку вот тут также смоленые детали так и схема то есть вот такой у вас получится пулемет ну вот он сам пулемет интересно такой вечер кропотливой работы начну я свою переделку с распила имеющихся деталей я тут использую дремель от мачете со стандартным ножом тут не обязательно соблюдать ровную линию после отреза всегда можно подровнять бокорезами и надфилем это наверное был самый интересный этап сборки далее я собрала модель используя смоляные колеса от мини-арма и добавив немного фото травлений от микро дизайн в частности брызговики на 6 колес рамка номерного знака и кое-что по мелочи по концепции моя версия тайфуна схожи с перспективным семейством армейских грузовиков торнадо так что давайте поговорим об этом семействе поподробней камский автомобильный завод в рамках программы торнадо создает проект камаз 53 958 также известный под обозначением камаз 6560 м целью этого проекта является создание универсального многоцелевого шасси с высокими характеристиками подвижности и грузоподъемности в соответствии с техническим заданием полноприводное четырехосное шасси в будущем должно стать основой для военной техники различного назначения новое шасси будут оснащать оборудованием для выполнения грузоперевозок а также смогут стать основой для боевых машин различных типов работа по проекту торнадо планируется завершить в течение нескольких ближайших лет далее наконец настал момент окраски тут тоже пока все стандартно грунтую красным грунтом раму и корпус машины основе программы торнадо лежал ряд требований касающихся повышения основных характеристик первое требование касалось повышение надежности техники в полтора два раза мощность двигателя следовало было повысить в полтора раза что позволило бы увеличить среднюю скорость движения по различным дорогам и тем самым улучшить мобильность на 30-40 процентов за счет снижения времени подготовки техники к эксплуатации уровень готовности к применению требовалось повысить в полтора раза наконец требования к проекту оговаривали снижение заметности техники для различных средств обнаружения черным акрилом атака покрываю ходовую часть кстати легендарная баночка с черным акрилом у меня уже закончилась делаю легкий при шейтинг черным цветом от pacific 88 после чего наношу базовый цвет в качестве базы я взяла не forest green как на первом моем тайфуне а олив дроп от а мамик мне кажется этот цвет более выигрышно смотрятся на этой модели далее нанесу немного шейдеров шейдер это жидкая темная акриловая краска и служит она для рисования искусственных теней и знаете я один раз попробовала и мне очень понравилось его использовать и теперь практически на каждой модели я рисую тени при помощи этих чудо шейдеров главное как и везде не слишком с этим переборщить теперь немножко нудной работы черным цветом крашу зеркала заднего вида брызговики и шансовый инструмент также рисую глазки камера наружного наблюдения и габаритные огни первая демонстрация машины с индексом камаз 6560 м состоялась в четырнадцатом году на показе в городе бронице этот автомобиль имел четырехосное шасси и характерную защищенную кабину какое-либо дополнительное оборудование на выставочном шасси не монтировалась рама оставалась пустой автомобиль камаз 6560 м в доработанном виде был показан на выставке интерполитех 2015 в период между двумя выставками машина получила ряд дополнительного оборудования при этом самым заметным нововведением стала установка бортового кузова техника семейства торнадо предназначается для решения различных задач и в том числе перевозки грузов одна из транспортных конфигураций машины подразумевает применение кузова с откидными бортами оранжевым цветом покрашу огни автопоезда на крыше грузовика чтобы когда бронегрузовику прицепляли бронеприцеп у бронегаишников не было вопросов после того как я покрыла модель глянцевым лаком приступаю к приему смывка бурой жидкой масляной краской выделяю углубление на модели и смываю излишки white spirit в дальнейшем могут появиться новые варианты дополнительного оснащения машин торнадо от камского автозавода в частности уже имеется сведения о планах по разработке специальной модификации которая будет использоваться в качестве основы для модернизированного зенитного комплекса panzer sm имеющиеся данные о подобной боевой машине позволяет утверждать что применение нового шасси позволит повысить некоторые характеристики комплекса и в том числе увеличить бой запас ракетных систем команд 6560 м представляет собой четырехостный полноприводный автомобиль защищенной кабины экипажа и возможности установки различных средств для перевозки грузов и решения на их задач автомобиль построен по традиционным для камского завода равной схеме и имеет бескапотную компоновку все агрегаты шасси крепятся на раме проходящий по всей длине машины на ней закрепляются элементы ходовой части силовая установка кабина и необходимое целевое оборудование алюминиевым цветом от pacific хорошо отражать леофар теперь настал довольно любопытный момент в работе над тайфуном сейчас я буду на него устанавливать кастомные номерные знаки благодаря дополнению от магазина я моделист можно сделать какие угодно регистрационные номера я буду делать машину из ленинградского военного округа одним из самых заметных отличий машины камаз 6560 м от базовой 6560 является характерная кабина с целью упрощения разработки и производства было решено использовать готовую кабину экипажа заимствованную у броневика тайфун к кабина сохранила основные размеры и компоновку она вмещает трех человек и обеспечивает полноценное управление всеми системами машины для безопасности экипажа кабина оснащена бронированием обеспечивающим круговую защиту по классу 6 отечественных стандартов таким образом экипаж защищен от бронебойно-зажигательных пули винтовочных патронов потом красками по стеклу раскрашу стеклянные элементы в частности задние фонари после нанесения матового лака настал черед моего любимого приема масляные точки этот прием значительно преображает внешний вид машины и после его применения грузовик начинает выглядеть почти как настоящий а использую я масляные краски двух фирм гамма и 502 батальон растушевываю масляные точки художественным white spirit внутри кабины располагаются рабочие места трех членов экипажа распоряжение водителя имеется руль рычаги управления коробкой передач и другими системами также педали и прочее в сложной обстановке водитель также может применять набор видеокамер установленных по периметру крыши машины сигнал с них выводятся на монитор в кабине камеры можно использовать в частности в случае повреждения основного остекления состоящая из двух крупных лобовых стекол и двух окон в дверях будучи заимствованные у существующего броневика кабина машины торнадо сохранила характерный кожух задней части расположенные по левому борту внутри него располагается радиатор двигателя и часть другого оборудования различного назначения слева от этого кожуха на задней стенке кабины предусматривается крепление для запасного колеса у полная масса торнадо по данным производителя достигает 40 тонн из них до 25 4 тонн может приходиться на монтируемое оборудование несмотря на сравнительно большой вес автомобиль сможет разгоняться на шоссе до 100 километров в час при помощи двух топливных баков емкостью по 350 литров планируется довести запас хода до 1000 километров камаз торнадо представляет большой интерес для вооруженных сил поскольку позволяет максимально унифицировать технику различного назначения теперь клею отражающие элементы зеркал заднего вида они просто приклеиваются как обычные наклейки а тут я подкрашиваю светоотражатели на кузове моего бронегрузовика приклеиваю объемные декали от квинта studio на клей пва тут процесс аналогичен тому как я это делала на линейном тайфу не пару роликов назад ну и напоследок желто-зеленые масляной краской выделяю выступающие элементы экстерьера брони камаза и слегка припыляем шины пигментом вот работа над тайфуном закончена надеюсь вам понравилась моя идея переделки брони автобусов бронегрузовик этот тайфун я строила в рамках конкурса тайфун за 80 дней от магазина я моделист надеюсь занять там хоть какие-то места если вам понравилась моя стройка то ставьте палец вверх пишите комментариях насколько реально существование такой машины подписывайтесь на канал а я пошла делать очередной свою модель пока пока